Здравствуйте! Приготовить из рыбы. В принципе, вы можете вообще брать любую совершенно рыбу. Я сегодня буду показывать вам на примере лосося. Причем лосось у меня уже слабо соленый. Как я солю лосось, я вам ссылочку внизу под роликом оставлю. Обязательно проходите. Смотрите, показывала на горбуши. Но так я солю совершенно разную рыбу. Горбуша, форель, лосось. В общем, совершенно любую, даже белую. Я не использую сахар, у меня только соль, морская соль и, собственно, все. Для этого рецепта, это просто будет гиперпростой рецепт, но, кстати говоря, довольно жирный. Но каждый жирочек здесь очень полезный. Так что не отказывайтесь от жиров. Особенно женщинам это очень-очень важно. Для этого рецепта нам понадобится рыба. Сколько есть? Вот все на глаз. И творожный сыр. Для этого рецепта на гарнир я буду использовать вот такую вот замороженную мексиканскую смесь. Можно использовать совершенно любые овощи. Тем более, сейчас лето. Вы можете использовать любые овощи или зелень с грядки. Ну, вот у меня мексиканская смесь, потому что грядки и овощи от меня довольно далеко. Так вот, что мы делаем? Берем форму для запекания. И ножом я буду накладывать творожный сыр. Я просто купила на развес творожный сыр. Настоящий натуральный. Смотрите, чтобы в составе обязательно было молоко и, в общем-то, без всяких заменителей молочного жира, всяких там растительных недоразумений, которые некоторые кладут, к сожалению, в продукты. В общем, что я делаю? Я беру, так как у меня уже рыбка довольно соленая, я ее больше посаливать не буду. Я беру небольшое количество творожного сыра. Кстати говоря, этот рецепт я уже делала своему мужу и дочке, и они просто с превеликим удовольствием съели. И укладываю аккуратненько на форму. Конечно же, все зависит от вас, насколько сильно вы любите творожный сыр. Собственно, столько и кладите. Получается очень нежно, очень вкусно. И действительно, ничего больше вам делать не нужно. Раньше бытовало такое мнение, что вроде как молочные продукты с рыбой несовместимы. Но я думаю, что это уже давным-давно в прошлом. Люблю такие рецепты, из-за которых не нужно часами стоять у плиты. Во влоге я показывала, что мы наконец-таки купили стол. И теперь мы вечером садимся. Я готовлю что-то вкусное, полезное. И это, конечно, совершенно другой, так скажем, семейный уровень, что ли. Ну, в общем, это действительно очень нужно. Это сильно сплочает семью. Так, ну вот, что у меня получилось. Вообще, на самом деле, можно, конечно, и сделать в фольгу. Это тоже будет очень вкусно. Но я фольгу просто вот сюда вот тоже ни в коем случае не лейте сюда масло, если у вас красная рыба, потому что она сама по себе жирная. Если у вас белая рыба, вы можете просто небольшой кусочек, например, масла ги, или там сливочного масла, или немного растительного масла, просто вот промокнуть буквально чуть-чуть для того, чтобы она немножечко пожарилась, не прилипла к форме. Но если у вас красная рыба, пожалуйста, не нужно никакого масла, потому что она сама по себе жирная. Можно, кстати говоря, вот эту вот мексиканскую смесь, да, или любые овощи, там, баклажаны, цукини, в общем, все что угодно, можно сделать как бы подушкой. То есть сначала выложить овощи, а потом уже на них выложить рыбу. Я сделаю немножечко по-другому. Я буду овощи просто тушить, либо можно сделать их на пару, это тоже будет очень вкусно, просто мне так больше нравится. А тут уже, конечно, выбирать вам. И я это сейчас накрою фольгой. И всю эту красоту уберем на 200 градусов примерно на 15-20 минут в духовку. И мы делаем гарнир. Делаю гарнир я тоже без масла. Разогреваем сковороду. Выкладываем овощи. Конечно, по желанию их можно посолить. Я ничего делать не буду с ними. Опять же, потому что у нас соленая рыба. Кстати говоря, огромным плюсом в этой рыбе, да, почему она так быстро готовится, это то, что она такая уже готовая сама по себе. То есть это малосольная рыба. То есть, в принципе, вы можете взять такую рыбку в магазине, да, но опять же, смотрите состав, чтобы там не было консервантов. Желательно, чтобы это была просто рыба и соль. И эта рыбка получается уже готовая. То есть вы можете не заморачиваться, там даже 20 минут ее можно не держать в духовке. Можно подержать ее там минутки 2-3, пока сыр не расплавится и не придаст вот эту вот сливочность нашей рыбке. В общем, я просто выкладываю овощи. Просто обожаю зеленую фасоль. Обязательно, если вы ее не едите, обязательно ее ешьте, потому что она очень высокобелковая такая, высокобелковый продукт, который действительно содержит крайне полезные именно растительные белки. И, ну, конечно, здесь сладенькая вкусная морковка, сладенькая кукуруза. В общем, все это действительно очень вкусно. Ну и, конечно, по секрету скажу, что мой муж уже настолько к этому привык. И сейчас, конечно, благодарить меня за то, что я готовлю в основном... Конечно, иногда бывает такое, что я там жарю ему покупные котлеты, но просто если раньше это было очень часто, потому что он их любил и просил меня это делать, то сейчас это бывает настолько сильно изредка в нашей жизни, что действительно, когда человек понимает, насколько хорошо это еда, это питание, такой стиль питания, насколько приятно делает животику, насколько хорошо все начинает работать, что человек просто уже подсознательно пытается питаться правильно. И так я закрываю буквально на 3-4 минутки. Очень долго овощи не делайте, потому что иначе они разварятся и станут склизкими и невкусными. Так что вот прям буквально чуть-чуть, на большом огне, просто буквально 3 минуты и готово. Ну что, достаем нашу красавицу-рыбку. Выкладываю овощи. Можно сделать подушкой. Можно просто вот так вот в сторонку. Можно сделать соус какой-нибудь, например, сметаной. Это тоже будет очень вкусно. Посмотрите на это чудо! Я уж не говорю, что на вкус это потрясающе. Ну и, конечно, едим мы за 3, а то и за 4 часа до сна. То есть в любом случае это все уйдет, пойдет, так скажем, в расход. И нужно совершенно немного. То есть здесь 3 порции, а то и 3,5. Аккуратненько берем. Ну, насколько это получится аккуратно. Опять же, из-за того, что блюдо довольно жирное. И сыр как раз еще можно полить на рыбку. Вы посмотрите, это действительно не стыдно подать и своей семье на ужин, на обед. Либо, например, приготовить как вариант такое блюдо на праздник. Скоро, между прочим, уже Новый год. Так что можно задуматься, что конкретно приготовить. Поверьте, после такого блюда, конечно же, не будет никакой тяжести и вообще никаких неприятных ощущений в животе, в желудке. Простейший рецепт, с которым справится даже ребенок. Простейший рецепт, с которым справится.